Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим с вами на околоновогоднюю тему, потому что, как вы понимаете, с какого-то определенного периода у нас в Российской Федерации очень полюбили новогодний праздник не только потому, что он длительный, но еще потому, что в это время много людей едят, выпивают и пьют. Все зависит от вашего, так скажем, подхода к этому делу. Но в любом случае нарушают, скажем так, обычный режим, потому что наши новогодние каникулы, наверное, самые продолжительные в мире. И вот сегодня мы поговорим на эту тему и вообще на тему похудения или похудания. Кстати, почему два этих слова сегодня сосуществуют, мы тоже, возможно, узнаем. Поможет нам разобраться во всех этих вопросах заведующая поликлиническим отделением номер 2 Люберецкой областной больницы Наталья Францевна Новикова. Здравствуйте, Наталья Францевна! Здравствуйте! Во-первых, с новогодними у вас всех праздниками. Скажите, а для врача, любого врача, Новый год – это тоже праздник или это напряженная такая? Нет, ну это тяжёлая работа, она есть такая, но это праздник, так же мы все люди. Сань, понятно. Вот почему, сразу поговорим о похудении или похудании. Почему сегодня, когда я вижу некоторые рекламные ролики в печати, на телевидении, вот есть похудение, ну что вроде бы как бы по-русски, вдруг похудание, в чём разница? Ну я думаю, что это стилистика, ни в чём. Цель одна. Оставим филологам, да? Да, да, пусть филологи скажут, как правильно, а у нас и так, и так, результат один. Знаете, как у нас сейчас очень некоторым не нравится, что надо говорить, ну если брать Москву, в Строгине, в Люблине, вот что это по-русски оказывается правильно, а вот в Строгино – это неправильно, правильно в районе Строгино. Ну да ладно, филологи тоже, наверное, отмечают сегодня новогодние праздники. Мы же с вами поговорим о диете. Человек так устроен, что, наверное, с самых первых минут существования человеческой жизни, может быть, не самых первых, но где-то через какое-то время, люди приходят к тому, что чего-то надо делать с собой. И это слово «диета». Оно, кстати, откуда появилось? Вы знаете, это слово «обще иностранное» – это первое, да? И вообще понятие «диеты» – это временно. То есть обычно это оговаривается какой-то временной срок – месяц, два, три, полгода. Поэтому люди, которые имеют излишнюю массу тела и имеют наследственный фактор, они не могут быть на диете, потому что то, что уходит за неделю, две, месяц и полгода, возвращается в двойном размере очень скоро. То есть диета – это не совсем правильно для тех, кто хочет расстаться навсегда? Да, да. Тот, кто действительно имеет эту проблему и сам заинтересован в этом. То есть начало с того, что больной должен прийти сам, к доктору. Хорошо. Вот система или слово «ожирение» – это действительно болезнь? Да, это болезнь. Нас сейчас пугает, что вот дети там, и мы видим иногда, что мужчина после 40 – это, как правило, пивное такое пузо, неважно, какого он роста. И как бы это уже нормально, да? Это не нормально. Вот. Ожирение – это наше проблему. Это болезнь. Это болезнь. Это болезнь самая настоящая, которая требует лечения. Или хотя бы человек должен задуматься над тем, что с ним происходит. Он должен на себя посмотреть с другой стороны. Хорошо, когда есть друзья или знакомые, которые болеют за его состояние, и ему могут сказать. Потому что, как правило, близкие. Близких никто не слышит. Они думают, что специально это говорится. А потом есть семьи Колобков, где, в принципе, все одинаковые. И тогда никаких вопросов нет. Что надо худеть, когда такая же мама, папа и все остальные? Это самая больная тема и самая действительно актуальная сегодня. Потому что из этого вытекает очень много проблем. И проблемы возникают, к сожалению, не сразу. Больной сразу кичится тем, что он переедает и что он такой. А я всё могу. Да, я всё могу. Морщинки растянулись. Да, фигура изменилась. Всё прекрасно. Сегодня имеет место одежда, которая может скрыть вот эти все дефекты. Это тоже немаловажно. И поэтому иногда себя не видишь. Что ты оказывается толстый. Что я такое говорю? И вообще понятие «много ем» – это смешно. Хорошего человека должно быть много. Да, полные люди все добрые. Вы же понимаете, что полные всегда добрые. Они довольны своей жизнью. Говорят, что римские императоры, собственно говоря, держали среди охранников плотных людей, потому что считалось, что они добрые, и ничего плохого против императора замышлять не будут. Ну, я не знаю. Может быть, это легенда, но похоже. Наталья Францевна, всё-таки проблема ожирения. Она связана с тем, что а. люди просто много едят, либо б. еда, которая сегодня представлена в магазине, как один мой приятель сказал, что он обратил внимание, в последнее время люди стали читать, из чего состоят вот эти все изделия. Вы же обратили внимание, уже не продукты у нас. Колбасное изделие, молочное изделие, даже пивное изделие тоже называется. Красный вопрос. То есть смысл в чём? Мы жиреем, извините за такое, может быть, не телевизионное слово, от того, что просто много употребляем, или от того, что еда неправильная? Ну, здесь много причин жиреем. Вы же понимаете, к сожалению, страна живёт не совсем в благоприятных условиях, и понятие стресса, есть люди, которые заедают стресс. Или мешками, раз, и... Да, неважно. Вот заедают стресс. То есть плохое настроение, у меня есть подруга, которая сказала, ты что, так как бы выглядишь? Она мне сказала, отвали. Ой, извините, может, я дня телевизора. Да, уйди от меня. Дома не так, работа не такая, дети расстраивают. Дай хоть немножко радости, это покушать. И поэтому я с ней сладить не могла, я не могу ей доказать. А что она кушала, чем она заедала? Она, во-первых, она жевала целый день. Вы же понимаете, заедать, это не значит есть много, можно есть целый день, жевать. Это, 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 это. Потому что первичное, когда больной ко мне приходит с избыточной массой тела, он сам приходит, и он уже хочет того, чтобы я бы ему помогла. Я первым делом говорю, пишите два листа А4, исповедь. Где вы запишите, и чем честнее вы запишите, тем больше пользы. Они пишут, что едят? Все, что попало в рот. Все, что попало в рот. И чем честнее работают три анализатора. Рука, глаза и мозги. Вы анализируете, что попало в рот. И для себя сделаете вы. Вот выходной день и будний день. Они отличные друг от друга. То есть они обязательно будут отличаться. Вот проанализируйте. Вот это можно перенести сюда, это можно отменить. То есть вы поработаете над собой. То есть поймите, что вы неправильно кушаете, в меру кушаете, не то кушаете. И по времени это не так. Вот это первый этап. Вот как только они мне приходят, а приходит такое, я вам даже передать не могу. Мужчина молодой пишет мне, что он вечером в 9 часов ест пачку пельменей и забивает пол-литра водки. Я говорю, вы что мне написали? Он мне говорит... Он же честно? Да, он говорит, вы же сказали честно. Я честно и написала. Я говорю, да, это не ко мне. То есть это не моя проблема. Это к другому врачу, да? Это психологи. Это психологи. То есть здесь уже немножко не совсем адекватное отношение к собственному организму. То есть каждый вечер в 9 часов. Да. Он приходит с работы, у него такой ужин. И он считает, что это нормально. А до того он толком не ест. То есть он кусочничает. Там, 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 там. То есть немножко. А вечером он садится как... Кусочничает. Какое замечательное слово. Да, кусочничает. Кусочек, 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 кусочек. Да, всего понемножку. Немножко. Совсем немножко по его понятию он ест просто маленькие порции. Но это часто, это много. на калораж который сегодня имеет место быть и сегодня это везде звучит на всем про на всех продуктах имеет именно калори калораж продукта да сколько всего нужно есть расчеты что можно для этого человека сколько надо для этого сколько надо для этого то есть зависимости от профессии от состояния здоровья от состояния желудка от вообще от психологического состояния этот калораж может иметь место изменяться то ли так то ли так да то есть кому-то углеводы то есть это уже индивидуально очень подборка то есть это вот смотришь на человека и понимаешь где я должна вмешаться первая проблема это когда человек мы люди человеке да просто обжираемся греха таить давайте у нас такой честный откровенный эфир второй вариант это то что мы обжираемся это может быть еще пол беды но мы объедаемся вот какой-то неправильной пищей сегодня вы придете в большой супермаркет где например есть отдел правильного питания к нему тоже очень много вопросов написать что это какой-то там без гмо или еще что-то это не значит что это так ранее питание но все сейчас крутится вокруг глютена например макаронные изделия обычные стоит там среднем ну я хорошую веру какую-то компанию порядка там 90 а по акции может быть дешевле а без глютена уже за 130 то есть действительно глютен глютен плюс другие составляющие которые сегодня попадают в нашу пищу они играют вторую огромную роль про разрушения играют можно сказать что сегодня питание наше вообще неправильно не вот все продукты начиная от хлеба заканчивая извините тем же самым изделием которым запивает пельмени вот ваш бывший пациент то есть эти продукты они же некачественные они некачественные они не соответствуют тому что там написано к сожалению да во первых там совершенно есть очень много добавок которые мелким шрифтом написаны да поверьте мне что 99 процентов не читают и сегодня публика такая которая выбирает цену не выбирает качество товар по товар по акции да 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 вот именно цена но даже сегодня у нас такая мы научились считать собственные деньги поэтому не всегда понимаешь что ты кушаешь вредный продукт потому что ну только потому что он дешевле да и вредность уже сама по себе уходит поэтому конечно состав продукта очень много значит а можно выбрать продукты я к чему просто веду мало того что люди ну человек любит поесть но опять же правильно выстроить схему и он может есть как вы говорите кусотничать но под контролем врача в соответствии с его о чем мы тоже сейчас еще поговорим но что есть как правильном магазине выбрать вот вы правильно говорите что очень много написано сколько еще не написано да да закон даже не все регламентировали говорят что сегодня даже в некоторых уже ресторанах быстрое питание появляются списки чего туда входит если сначала почитать что входит можно высадить лучше сразу же выйти да но многие же на это вообще не реагирует но ей и ну колбаса и колбаса ну ну это наша не газировку уменьшать сахар на газировка это все страшное дело то есть я к чему просто веду что если даже человек хотел бы питаться правильно у него нет такой возможности он только должен те к специалистам ну конечно надо над подсказывать конечно вы же да и дажеintell этого состояния что ну там где избыточная масса тела нужен специалист обязательно там где нормальная масса тела там тоже нужен специалист там тоже нужно корректировать потому что шансы увеличить массу тела очень велики понимаете да но вы forgetting заболевали ну да да ну пора заболеваем мы говорим пока про здоровый контент генн допустый И толстый не знает, что он больной, а нормальная масса тела, он может быть действительно здоровым. Но у него большие шансы, учитывая наш ассортимент продуктов, заболеть. Поэтому он должен хорошо понимать, что он кушает. И человек имеет желание быть в форме и быть сохранным по здоровью. Он должен смотреть правильно, что он кушает и когда он кушает. Итак, резюме нашей первой части звучит следующим образом. Человек должен осознавать, прежде всего сам обратить на себя внимание и понять, что с ним что-то происходит не то. Отдышка, он не может подняться на третий этаж, не говоря о восьмом. Он не может догнать уходящий троллейбус. Завязать ботинки. Знаете, мужчина не может иногда исполнять еще кое-какие обязанности, потому что не может их определить. И в конце концов диетолог, врач-эндокринолог, вот Наталья Францевна, наверное, меня поддержит, что нужно пройти обследование. Кровь встать, все необходимые анализы для того, чтобы потом понять, какую схему человеку выписать. Правильно я говорю? Да, правильно. Видите, какой умный. Почему? Потому что я так уже делал. Сейчас мы делаем небольшую паузу и после этого вернемся. Поговорим о схемах и, естественно, о том, как же нам с вами в эти новогодние праздники все-таки не превратиться из тонкого человека в плотного или из плотного человека в еще более плотного. Дождемся встречи. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня она, мне кажется, привлечет внимание очень многих, потому что, ну, даже несмотря на то, что вы празднуете, ну, а, наверное, после обильного употребления майонеза, кетчупа и других продуктов, которые сегодня, как мы в первой части программы выяснили, чаще называются изделиями, вот, похожими, запахом чего-то, да, с дымкой какой-то. Поэтому мы сегодня говорим на тему нашего с вами желудка, на тему диет и на тему того, как продержаться в эти новогодние праздники, а после новогодних праздников, может быть, особо плотным людям надо обратить на это особое внимание и пойти провериться к врачу. Например, к эндокринологу. И вот эндокринолог у нас сегодня в студии, заведующая поликлиническим отделением номер 2 Люберецкой областной больницы Наталья Францевна Новикова. Кто-то, представляете, сейчас на вилке пельмень и внимательно нас слушает и ест. Потому что я, например, тоже люблю есть и смотреть какую-нибудь передачу. Почему бы и нет? Это тоже, говорят, не очень хорошо. Не очень хорошо. Потому что есть нужно только есть. Да, только есть. Не читать, не смотреть, а слушать радио можно? Ну, в зависимости от информации. Музыку можно слушать. То есть должен быть какой-то такой приятный фон. Да, пускай будет. Он действительно помогает нормальному настроению, нормализации психики, особенно люди, которые приходят с работы, да, у них, конечно, есть багаж очень отрицательных эмоций. Я не думаю, что на какой-то работе есть одни положительные эмоции, они присутствуют и отрицательные. Поэтому музыка, конечно, имеет своё место быть при приёме пищи. Или развеем мифы, либо их подтвердим. Первое. Газировка. Вот сейчас тема такая. Сладкая вода и вообще газировка, даже минеральная вода. Некоторые ваши коллеги утверждают, что пить воду с газом вообще нельзя никакую. Ни сладкую, ни обычную. Ну, вы же понимаете, что сегодня очень трудно сказать, что да, газ внутри. Да, это первое, да. Ну, а потом я не вижу необходимости пить с газом. То есть вот я не вижу в нём вкуса и пользы. Теперь такой вопрос. Минеральную или питьевую? Нет. Значит, надо пить только питьевую воду. Минеральная вода пьётся по назначению врача. Это уже почти как лекарство. Да, это есть проблема. Если она присутствует, то тогда надо пить действительно минеральную воду соответственного назначения. Их очень много. А так надо пить обычную очищенную воду. Я кипяченую воду не люблю и не пью. Я не знаю, могу сказать. Я считаю, что это вода мёртвая. Поэтому я пью с источника очищенную воду, с родника, святую воду. Ну, в зависимости, какая есть. Ну, всё это питьевая вода, которая ничем не перерабатывалась, а просто каким-то образом всё-таки попала... Попала ко мне. Теперь эта история полиэтиленовые бутылки, либо стеклянные. Ну, можно сказать, лучше из стекла. Лучше из стекла. Из-под крана, в Москве, например, говорят, можно пить. Не могу сказать. У нас нельзя. Лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Хорошо. С водой разобрались. Сколько надо пить в день? Два литра. Два литра. Да. Только воды. Только воды. Не только воды. Не считая кофе, чай, суп, компот. Вот это не считая. Выпишись к моему любимому напитку. Кофе. Сколько чашек кофе? Значит, во-первых, кофе должен быть натуральный. Никакой растворимый кофе вообще это не кофе. Но это опять же изделие всякое. Да, это изделие. Надо пить лучше свежемолотый, свежезаваренный. И в зависимости от давления артериального... Которого надо проверить и знать. Если оно присутствует как таковое, то есть есть проблема с артериальным давлением, конечно, кофе должно быть в ограниченном порядке. И это, как правило, как лакомство для животного. Ну, сколько чашечек? Американо. Одну. Одну. Что одну? Конечно. Одну это для начала. Да, не знаю. Но три можете разрешить как врач? В зависимости... Нет, я могу разрешить. Только давайте посмотрим ваше ЭКГ, ваше давление. И всё-таки лучше до обеда, да? Да, в первую половину дня. Теперь чай. То есть вечернее нет. Чай. Чай, значит, лучше пить зелёный, особенно в первую половинку дня. И вообще жизнь начинается с зелёного чая, свежезаваренного в обязательном порядке, да. Оно может быть с добавками, может быть чистый зелёный чай. Это уже вкусовая гамма, кому как нравится. А как же чёрный? Чёрный вечером. Чай мы выпиваем и вообще принимаем пищу за 4 часа до сна. Да, да. Ну, в зависимости, когда кто ложится. Ну, как правило, это 7-8 часов. Ну, пусть когда будет 6, если кто устает очень рано, он ложится в 10 вечера спать. Значит, у него 4 часа, это 6 часов. Кто ложится 11-7, ну, это как бы примитивно. То есть это же не бой курантов, что надо отбилось и надо это сделать. Про бой курантов отдельно поговорим, про алкоголь отдельно. Итак, я сейчас про обычный говорю. Завтрак. Что должен включать среднестатистический завтрак? Ну, я считаю, что всем показан творог. Значит, творог 9-процентный. Такой огромный? Да, да. Ну, вы же понимаете. Если вам скажут, что это 1-процентный творог, это не творог, это козеин. Это чистый белок, который очень плохо всасывается. А 2-процента? Ну, нету 2-процента и 3-процентного. Сегодня в нашей промышленности вообще все примерно, вот если взять молоко, которое мы покупаем, это будет стандартный 9-процентный творог. Все, что выше процентов, там уже добавляются какие-то жиры. Не могу сказать, в зависимости от производства. То есть берем нормальный творог? Да, нормальный творог, чтобы он был вкусный. Должно быть тоже вкусно. Но только порция творога может быть разная. Сколько граммов тогда? 100-125 грамм. Но творог должен быть обязательно. Кашка утреная? Значит, утренняя каша. Ну, вы знаете, сейчас я очень много читаю про каши, потому что я к кашам относился очень положительно. И сегодня, просмотрев всю информацию по кашам, самая полезная каша – это полба. Она самая активно вступающая в процесс пищеварения. То есть она имеет определенный набор микроэлементов, которые очень достаточно клетчатки. То есть она, в принципе, каша даже пересеклиснула гречку. Да, но приготовить ее вкусно очень сложно. Сложновато, да. Да, это сложновато. Но геркулес остается долго, который долго варится. Да, конечно. Да, настоящий геркулес, не хлопья, а настоящий геркулес. А вот пшено, рис – это мы убираем. Ну, это все, значит, ну, утренняя – это не утренняя каша. Это может быть гарниром. А рис, говорят, вообще не надо есть. Нет, я не согласна с этим. Чуть-чуть позже. Абсолютно. Я думаю, что, опять же, это вот надо думать о пациенте. Он должен получать удовольствие. Он не может есть три раза в день кашу. Надо к вам сходить, вы разрешаете много. Гречневую кашу, но это же невозможно. Это все равно будет какой-то срыв, потому что немыслимо кушать каждый день одну и ту же кашу. Поэтому я своим болием разрешаю, что это не должно быть перебором. Это 100-125 грамм каши. Сейчас есть булгур, сейчас есть кускус, сейчас даже геркулес настоящий, в конце концов, гречка. Выбирайте. Выберите тот вкус – пшеничная каша. И можно их менять? Конечно. Вот два таких блюда. Вот мясное, рыбное. Сколько мяса рыбы? Какое мясо надо? Ну, мясо любое. Тицы, говорят. Либо говядина. Нет, вообще самое полезное мясо – это баранина. Только мы это плохо знаем. Да, недаром. Горцы все, вы понимаете. И не дешево. Ну, ладно. Про цену мы что, не говорим? Про качество? А, хорошо, да. Для богатых людей. Да, да, да. А как же говорят, что индейка самая низкокалорийная? Нет, значит, вот самая, так сказать, доступная к перевариванию с меньшими потерями для организма – это баранина. Все остальное, конечно, мясо птицы. Но, в принципе, опять же, это надо думать про пациента. То есть он не ест свинины, понимаете? Не ест. Он ест только курицу. Так пусть он ест курицу, ему вкусно и хорошо. Хорошо, да. То есть не надо навязывать. Человек сам должен выбрать ассортимент довольно большой. А если ему нравится свинина? Ну, свинина же жирная. Ну, свинья разная бывает. Берите вырезку. Почему нет? Ага. Понятно. И мясо на костре будет более полезно, чем на сковородке. От картошки отказываемся? Почему? Опять же, надо картошку кушать только в разумных, например, суп. Какой суп без картошки, если вы кушаете суп? То есть это 2-3 картошки среднего размера вы можете кушать. Супчик каждый день нужно? Супчик или можно его раз в неделю? Нет, нет, нет. Я считаю, что суп – это, во-первых, жидкость. Во-вторых, это совершенно другое приготовление. И я сторонник того, чтобы суп был каждый день. Выбирать суп можете любой. Это может быть просто куриный бульон, это может быть овощной суп. То есть с овощами, как щи, как борщ, в зависимости, что хотите. Это могут быть и грибы, тот же белок. Макароны – твёрдые сорта. Да. Ну, макароны, вот люди, которые имеют избыточную массу тела, макароны должны быть праздником. Понятно. Раз в неделю. Да, это должен быть праздник. Это как лакомство, понимаете, да? Как оливье. Да, да, как вкусно. И последнее – ужин. Ну, я уже сказала, что ужин может быть с 6 до 8 часов. Мы будем брать средние… Лучше овощи, да? Да. Лучше тушёные овощи, и здесь можно съесть кусочек мяса. То есть мясо показано – это чистый белок. И это может быть, например, тушёная капуста, цветная из брокколи. И кусочек мяса, потому что одни овощи для человека, который начинает процесс потери массы тела, ему очень будет очень тяжело. Ему будут котлеты сниться. Ещё, говорят, 50 граммов орехов можно… Ну, орехи вообще показаны. Любые. Отказаться практически ни от чего невозможно. Вот всё-таки сочетание майонезно-алкогольное. Вот что вы посоветуете? Может, какие-то средства? Нет. Ну, значит, я могу так сказать, что, конечно, еда, праздничные дни, она очень отличная, да? И, конечно, соблазн очень велик. Ну, вот больные, которые мои чистые, вот с диабетом, я их заставляю брать свой аппарат измерения сахара крови и перед тем, как нарушать диету, померить сахар. И поверьте мне, что очень многое просто со стола уходит визуально. То есть они, да, они сами понимают, что-то им нельзя, да? То есть как бы вот в этом плане. Ну, вообще новогодний праздник надо начинать с фруктов. То есть вот собрались вы садиться за стол, съешьте, ну, любые фрукты, какие вам нравятся. Это могут быть яблоки, груши, это может быть мандарины, апельсины, манго. Ну, что вот на ваш вкус? То есть заполните часть желудка клетчаткой, а в любом овоще или фрукте находится клетчатка, Это правда, что фрукты до обеда, а овощи всегда? Ну, нет, это на выбор. В принципе, фрукты должны быть до обеда, до еды, да? Потому что это клетчатка, которая заполняет объем растянутого желудка и волей-неволей не даст... То есть майонезом меньше мы тогда употребляем? Да, конечно, конечно. То есть у вас не войдет то количество, что бы вы съели глазами. Это раньше это была клетчатка, можно было купить в магазине, чисто клетчатку. Она сейчас тоже есть в отделах диабетиков. Но, тем не менее, как бы пить саму клетчатку как бы не хочется. Значит, это заменить можно фруктами. То есть просто немножечко мы обманываем свой желудок. Да, да. Хорошо. Ну, понятно, что тут уже сам каждый выбирает оливье и прочие продукты. Нет, ну, вообще, сегодня майонез можно сделать самим. Зачем покупать в магазине, неизвестно с чем заправленный, как он приготовлен. Сейчас же майонез есть в рецепте дома, у нас майонез заняты. Он будет более здоровый. Да. Ну, будем надеяться, что те продукты, которые мы смешаем, видя, что мы смешаем, они будут более качественнее, чем то, что мы покупаем уже готовое. Кто делал и как делал, я не могу вам ответить. Понятно. Поэтому мы делаем сами. Последний вопрос, самый главный. Алкогольное отравление, вот как всё-таки себя уберечь? Вот сейчас существует масса средств, в принципе, они все, называть мы их не можем, но они все одно и то же, просто цена разная. Да, цена разная. Действительно, их нужно употреблять во время вот этого вот праздника души? Ну, я могу сказать так, что самое неправильное мнение, которое существует сегодня среди людей, которые употребляют алкоголь, значит, надо съесть масло, а потом не будешь пьяной. Да, или за час надо... Да. Значит, я могу вам так сказать, что жир и алкоголь – это яд для поджелудочной железы. Это просто категорически делать нельзя. Ну, напитки есть разные, да, и я понимаю, что для женщин это натуральные вина, наверное, да, и шампанское сегодня довольно, так сказать, популярно именно в новогоднюю ночь. Ну, здесь запретов нет. Ну, опять же, благодаря моим больным, благодаря моему общению, лучше всего приготовлен брюд, там, где нет добавок. Сахара неизвестно какого, да, но это на любителя, я не могу пить брюд. А вот такие уже крепкие? А крепкие напитки, ну, я бы считала, что надо пить водку. Потому что любой коньяк, вы же понимаете, настоящих коньяков крайне редко можно найти. Давайте так скажем. То, что бочка, понимаете, натуральная, это вот масла, которые с дерева попадают в этот коньяк. Ну, я могу сказать, что слили на столе, остаются от коньяков, понимаете, какой там краситель находится там. А водка, кажется, ну, уж её как бы ничем не укратишь. Ну, вот она есть и есть. Давайте скажем так, что лучше, конечно, не пить. Лучше не пить. А да, ничего. Да, ну, на Новый год невозможно. Если вы употребляете, то помните, что чрезмерное употребление алкоголя опасно для вашей жизни вообще. Вообще. Не только для диеты. Наталья Францевна, огромное вам спасибо. В вашем лице всех медиков мы тоже поздравляем с Новым годом. Работа наверняка у многих ваших коллег всё-таки прибавится. Мы уж так гулять, так гулять. Но будем надеяться, что после Нового года многие из вас возьмутся за себя и прислушиваются к мнению эндокринолога, диетолога Натальи Францевны-Новиковой, заведующей поликлиническим отделением номер 2 Люберецкой областной больницы, которая была гостьей нашей сегодняшней программы. Спасибо большое. С вами был Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова